День отдыха участники Тур-де-Франс провели близ Бизансона, старинного города, где есть своя цитадель в виде средневековой крепости и знаменитый музей времени. Вход туда, правда, закрыли, словно все экспонаты были задействованы в обслуживании многодневки. Летим на велоспорте секунды на вес золота. 11 этап стартовал на набережной реки Ду. Отдохнувшие, словно помолодевшие гонщики Катюши, были готовы бороться за те самые секунды и даже за их сотые. Руководство тем временем подводило итоги первых полутора недель. Я считаю, что на сегодняшний день команда Катюша справляется с тем планом, который мы нарисовали перед гонкой. Два раза мы были близки с Кристофом. Сегодня мы повезли майку, гороховую майку, горного короля. Две недели впереди, две самых трудных недели впереди. И по-прежнему шансы и у Пырито сохранились на победу, и у Кристофа сохранились на победу. Трехкратного олимпийского чемпиона Вячеслава Якимова нельзя было не спросить про падение и сходы фаворитов. Что это новый тренд, когда все рискуют, или простое стечение обстоятельств? Прежде всего, конечно, вина самих гонщиков, но отчасти и вина тоже организаторов. То есть какие-то моменты могли и специально быть указаны или как-то предупреждены, что в этой гонке у всех есть радио, везде проходит, так сказать, информация. И информация должна быть более такая, наверное, тщательнее, особенно что касается безопасности гонщиков. Катюша впервые готовилась защищать гороховую майку Хакима Родригеса. При этом из тени на этом этапе, удобном для отрывов, могли выйти другие, например, итальянец Паулини, латыш Смукулис или россиянин Сайчев. Со старта будет очень жесткая гонка, это понятно. А дальше посмотрим. То есть мы либо должны быть представлены в отрыве, причем не просто представлены, а представлены именно теми людьми, которые смогут доехать и финишнуть. Либо мы уже опять же сработаем под Кристофа Порсио на финишной линии, если это придет Пелетон. 187,5 километров до города Айана не были равнины. Но и горы на последнем полтиннике казались детскими по сравнению с уже пройденными. В этот конкретный день Родригес даже теоретически не мог потерять звание лучшего говняка. Специальных очков разыгрывалось меньше, чем было его преимущество над Томавой Эклером из Юра-Тка. На первых километрах дистанции образовался отрыв, но пятерка гонщиков максимальное преимущество в 8 минут не удержала. Любопытно, что решающим на этапе стали не подъемы, а последний головокружительный спуск. Именно там Тони Галапен из лота, пару дней назад потерявший желтую майку, уехал вперед и одержал красивую победу. Преследователям, среди которых гонщиков Катюши не было, не хватило нескольких секунд. Одним из первых в российской команде финишировал латыш Гатис Мукулис, объяснивший коварность решающего спуска. Ну да, спуск был самый опасный, потому что сам асфалт был нагрет, горячий, и эта черная масса была мягкая. И как бы на большой скорости, поворотах, многих кто боялся, боялись, ну и получили дистанцию друг от друга и не могли потом догнать. У меня спуск был, да, опасный, там и грязный немножко был, камни на дороге были, ну да, кто рискнул, тот и выиграл. В общем зачете без перемен в городе Ойона, где производят лучшую оптику в мире, суперфаворит Винченца Нибели сохранил уверенное лидерство. Как и Родригес, гороховую майку. К сожалению, забывшие солнечные очки Сергей Дерябкин и Александр Колотов, НТВ+. Субтитры создавал DimaTorzok